Привет, верхниками! Начнем с волнующей темы благоустройства. Сегодня стали известны дворовые территории Соликамска, которые преобразят в следующем 2023 году. Всего пять дворов. По улице Привокзальная, Большевицкая, Парижская коммуна, Черняховского и двор по улице Розы-Люксембург. Отметим, работы будут выполняться в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Также в рамках нацпроекта облагородят место отдыха у воды в Боровой. Также в следующем году из краевого бюджета планируют выделить порядка 93 миллионов рублей на строительство спортивных стадионах в рамках программы «Спортивное прикамье». Два из них построят на территории Верхнекамья в Горнозаводске и Александровске. Спортивные комплексы будут оборудованы на территориях общеобразовательных школ, футбольные поля с искусственным покрытием, беговые дорожки, зоны для волейбола и баскетбола. Они будут площадкой для физкультуры, а во внеурочное время межшкольные стадионы доступны всем. Также обязательным пунктом является наличие освещения и видеонаблюдения. Вчера в Горнозаводске завершились российские соревнования по спортивному ориентированию «Уральские узоры». На старт вышли порядка 200 спортсменов из Пермского и Красноярского края. Также из Ленинградской области, Республики Татарстан, из Тюмени, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России. В номинации девушки в 18 лет победу одержала местная жительница Анастасия Волкова. Также спортсмены Горнозаводска заняли 4, 7 и 9 место в гонке. А вот 10 декабря на крытом ледовом катке «Соль-Арена» пройдет Кубок Соликамского городского округа по хоккею. В турнире примут участие команды из Соликамска, Березняков и Перми. Так уже в 11.30 состоится первая игра между Соликамском и Березняками. Все желающие смогут прийти и поболеть за любимую команду. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовили Екатерина Зибзеева и Сергей Александров.